МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"РВ-пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Наша уникальнейшая телевидение для школьников, которую поддерживают телерадио компании Гомель и Гомельский областной информационный комитет снова с вами. У нас седьмой сезон, и у нас продолжается серия игр для десятиклассников. Сегодня вторая отборочная игра. И слева от меня в синих шарфах команда, необычная команда прихода храма иконы Божией Матери всех скорбящих радостей. Таня Пивоварчик ею рулит, а духовно окормляет ее Галина Аркадьевна Мальцева. Ну, а справа от меня замечательная команда в красных бабочках. Даже мы не стали давать им наши традиционные красные шарфики. Это команда Владимира Гонзиенко, 15-я школа, и руководит ими Дарья Александровна Письменная. В школе приветствуйте поединщиков. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у любой из команд, чтобы выйти в финал, две задачи. Первая – обыграть соперника. Вторая – набрать как можно больше очков. Две команды с победами и с наибольшим количеством очков выйдут в финал, который будет буквально через раз-два-три игры. Итак, внимание, начинаем нашу вторую отборочную игру. Блеф – игра, наша Донетка, правила вы знаете. Татьяна, кого отправляете в первый бой? Юру. Юру, хорошо. Владимир. Валерию. Итак, Юра против Валерии. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Лера! 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 Итак, внимание, Юра и Лера, ваша задача – нажать кнопку и сказать мне «да» или «нет». Потому что иногда я буду говорить правду, иногда буду пытаться поймать вас на моем вранье. Вы должны меня остановить. Либо согласиться со мной. Итак, внимание. Верите ли вы, что Шекспир жил в 16 веке? Да, Юра? Да. Да, конечно, там он и жил. Больше где ему еще жить было. Продолжаем. Верите ли вы, что газ гелий открыли сначала на солнце? Фальстарт, у вас за этим очень строго Лера следит, наш электронный судья. Юра? Нет. Как? Гелиус, гелий. В самом деле, открыли именно на солнце сначала этот газ, потом стали искать уже у нас на земле. Играем. Верите ли вы, что тигры принадлежат к семейству млекопитающих? Фальстарт у вас опять, Лера. Что с вами? Какие нервные вы. Да, Юра? Нет. Да, млекопитающие это не семейство, это класс. К семейству кошачьих они принадлежат тигры. Не поймал вас, отлично. 5 очков вы заработали еще. Верите ли вы, что Донбасс расшифровывается как Донской бассейн? Да, Лера? Нет. Да, Донбасс это Донецкий бассейн, вы правы. Играем. Последний вопрос. Верите ли вы, что в 1905 году Россия воевала с Японией? Да, Лера? Да. И это абсолютно точный ответ. Равная игра 10-10. Ну что ж, проверили свои силы, приступаем к дуэль игре. Поехали. Итак, у нас в дуэль игре 5 поединков, 5 боев, 5 тем. Вот сейчас вы их услышите и за 5 секунд решите, кто какую тему на себя сможет взять. Кто в чем сильнее. Да, внимание. Первый бой. Дела духовные. Второй бой. Историческая география. Третий бой. В лаборатории. То есть может быть и химия, и физика, и биология. Все что угодно. Четвертый бой. Дела техники. И пятый бой для любителей литературы. Книжный мир. У вас 5 секунд. Вперед. Итак, Татьяна Пиварчик. Капитан команды. Будем назвать ее Радость моя. Хорошо. Татьяна, Радость моя. Кто у вас идет на дела духовные? На дела духовные у нас идет Даша. Хорошо. Владимир, кого отправляете в бой вы? Пойду я. Итак, Даша против Владимира. Вперед. Внимание. Первым духовную литературу на Руси стал печатать Иван Федоров. А на Беларуси? Прошу, Даша. Франциска Рына. Абсолютно точный ответ. Первые пять очков. Играем. Это вторая по численности конфессия верующих в Беларуси. Фальстарт. Владимир, очень строго за этим следит наш электронный арбитр. Даша, у вас есть шанс? Католизм. А, вот нормально это по-русски сказать. Католицизм. Абсолютно точно ответ. Католицизм. Католики проще сказали бы. Его войско погибло в Черном море, преследуя Моисея. Мне еще говорят в Красном море. Не совсем так. Ну, кто за Моисея? Да, Володя? Египетское войско. Египетское войско. Войско фараоновы правы, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Лавра, которая находится в Санкт-Петербурге, называется... Да, в честь такого благоверного князя. Славного своими, да. Лавра благоверного князя Александра Невского. Да, Александра Невская. Лавра, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. Его воскресил Христос через 4 дня после погребения. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Даша. Лазаря. Лазарь четырехдневный, да. Вы правы. И после первого боя, после дел духовных у нас счет 25-20. Впереди радость моя. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Второй бои – историческая география. То есть и истории, и географии в каждом вопросе будет достаточно. Проверим, как вы работаете на стыке этих двух дисциплин. Татьяна, кто? Ксюша. Ксюша. А Володя? Пойдет Егор. Итак, Ксения против Егора. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Историческая география. Именно на этом континенте была древняя цивилизация ацтеков. Прошу, Егор. Европа. Европа. Интересно. Прошу, Азия. 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 Еще интереснее. Понятно, на самом деле, ацтеки обитали в Северной Америке. Играем. И Ганнибал, и Суворов прославились преодолением этих гор. В Европе, намекаю. Да. Альпа. Альпа. Это правильный ответ, да. АПЛОДИСМЕНТЫ После этой битвы Петр Первый бил за здоровье шведских генералов. За учителей своих за здравный кубок поднимает. Много ли битв провел Петр Первый в жизни? А тем более, которую описал Пушкин. После Полтавской битвы, поэма Полтавы, я сейчас процитировал. Играем. Марко Поло считается первым европейцем, посетившим эту азиатскую империю. Да? Османскую. Османскую. Не было еще времена Марко Поло. Прошу вас, Егор. Индия. Индия. Она империи не была. А вот император в Китае был и довольно долго был. Сейчас там продакумнистическая партия. И заканчиваем. Эту реку форсировала Великая Армия Наполеона 12 июня 1812 года. Фальстарт у вас, Ксения. Я рыдаю вместе с вами. У Егора есть шанс. Река? Понятно. На самом деле форсировали Неман и вторглись в пределы Российской империи. Бонапартовые войска. Так началась война 1912 года. Итак, после второго боя счет равный 25-25. Следующий бой. Итак, пора нам пожаловать в лабораторию школьную. Татьяна, кто у вас силен в таких науках? Кристина. Кристина, поверим. У Владимира? Сергей. Итак, Кристина против Сергея. Вперед. Итак, в лабораторию смешали реактивы. Включили спиртовки, горелки, вытяжку и так далее, и так далее. Все, что можно, включили. Ба-бах. Играем. Этот элемент таблицы Менделеева самый легкий. Фальстарт у вас, к сожалению. Кристина. Водород. Водород. Это правильный ответ, да. Этот физик открыл икс-лучи. Да. Рентген. Вильям Ренген, да, рентгеном его называют. Вы правы. Катализаторы химических процессов в организме, в нашем, называются... Да. Ферменты. Ферменты, прекрасный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Представьте себе фтор. Вот фтор, его агрегатное состояние в обычных условиях, это... Да. Жидкое. Господи. Я боюсь представить, что за условия для вас обычные. Прошу вас. Твердое. Твердое. Два инопланетянина. Вообще, при нормальном атмосферном давлении и температуре, фтор – это газ. На всякий случай, теперь вы это знаете. И заканчиваем. Натрий-HCO3. А как в быту, как мы на кухне называем это вещество? Да. Сода. Да. Двухлики, если надо, и на сода. Браво. Браво, браво, Кристина. АПЛОДИСМЕНТЫ 35-35. Держат ребята равный счет. Очень равная, очень красивая игра. Следующая тема. Ну, дело техники. Играем. Татьяна, радость моя. Дело техники. Кто техник? Юра. Юра, я напоминаю, что это ваш последний выход к стойке. Больше двух раз у нас в бой не идут. Даже старики. Итак, Владимир, у вас в бой? Павел. Юрий против Павла. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Во время движения судна прибор под названием лак измеряет это. Вот судно движется, а лак измеряет. Когда судно движется, у него самый главный параметр это скорость. Он скорость измеряет. Играем. Дирижабль решительно отличается от воздушного шара. У дирижабля есть что? Понятно. Тяжело. Ну, воздушный шар видели. Горелка загорелась. Шар горячим воздухом наполнился и пошел вверх. А дирижаблю проще. Он уже наполнен летучим газом, обычно гелием. Врубил двигатели и пошел. У него есть двигатели. Дирижаб по-французски управляемый. Играем. Наган – это пистолет или револьвер? Да. Пистолет. У соперника есть шанс? Револьвер. Как-как? Револьвер. Револьвер? Не, ребят, принять не могу. Даже повторить слово не смог. Револьвер. Револьвер – это оружие с вращающимся барабаном. Теперь вы это знаете. Не могу засчитать. Играем. Космический аппарат из этой страны сделал первый снимок обратной стороны Луны. Ну? Что же страна такая была великая? Да. США. США была великая страна, да. Я бы не против. Паша, у вас есть шанс? СССР. СССР. Браво! Луна-3. И заканчиваем. Так называют и крупное пассажирское судно, и рейсовый самолет. По линиям летает. Да. Лайнер. Лайнер. Это правильно. Поймал. Поймал подсказку. И сравнял счет. 40-40. Последний бой. Книжный мир. Играем. Татьяна. Я уже не буду называть вас в очередную радость. Моя. Я понимаю, что остался у вас один не выходивший еще игрок на дуэли. Это вы пойдете у Владимира. Валерия. Итак, Татьяна против Валерии. Вперед. Валерия. 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 Внимание. 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 Этим именем представился хитроумный одессий циклопу Полифему. Ой, помните, в пещеру он циклоп попал. И чтобы, когда другие циклопы спросили, кто так его обидел. Все, Танечка, поздно, поздно, поздно. Я вижу, я уже начал комментировать. Циклоп сказал то имя, которое сказал ему Одиссей. А он сказал, я называюсь Никто. Ну и циклоп сказал, ну че, раз никто тебя не обидел, че ты возмущаешься. Играем. Этот капитан на самом деле индийский принц Такар. Герой Жюля Верна. Капитан подводной лодки. Что ж там за подводная лодка на Утилус такая плавала? И что ж за капитан там был? Капитан Немо. Да, да. В нашем детстве мы начинали с этих книжек. Играем. Он оруженосец рыцаря печального образа. То есть Дон Кихота. Да. Дон Кихот Ламанчский. Дон Кихот Ламанчский сам у себя был оруженосцем. Понятно. Татьяна, может вы помните? Нет. Толстый такой на ишаке Санчо Панса. Продолжаем. Ты все пела? Это дело. Так поди же, поплеши. Кого так поучали? Фальстарт у вас, Лера. У Татьяны есть шанс? Стрекозу. Да, стрекоза и муравей. Вы правы. Так, муравей учил попрыгунью стрекозу. И заканчиваем. Какое отчество записали бы сегодня в документах у пушкинского князя Гведона? Так, а сказка о ком вообще? Да. Султан. Ну, а отчество? Султанович. Да, Гведон Султанович, конечно же. Сказка о царе Султане. Гведон был его сыном. 50-40. Татьяна чуть-чуть вывела свою команду вперед. А у нас на подходе тест-игра. В этой серии у нас в игре, в тест-игре, в нашем миниатюрном и скоростном централизованном тестировании стихии. Отыграли мы некоторое время назад в прошлой игре землю, сейчас пришла очередь стихии воды. Кто может спеть «Я водяной, я водяной»? Ну, так сказать не может, но это Ксения. Ну, это Ксения, Ксения, хорошо. У нас русалка. Так, дельфин кто у нас, Володя? Егор. Егор. Дельфин и русалка. Вперед! Хорошо. Итак, внимание. Доля пресной воды на земле составляет... А. Ой, ну что ж ты, милая. Сначала варианты надо услышать. Я играю только с вашим соперником. Ксения, ну не надо же так нервничать-то. И по зеленой лампочке жмем. Итак, внимание. Доля пресной воды на земле составляет... А. 50%. Б. 25%. И С. 2,5%. Ответ. С. Да, 2,5% очень мало у нас пресной воды. И та, по большей части, либо подземная, либо в ледниках. Играем. Вода замерзает при температуре плюс 32 градуса по шкале. А. Кельвина. Б. Фаренгейта. Ц. Реомюра. Прошу. Вариант Б. Фаренгейт. 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 Отличный ответ. Браво. Ну, кельвин плюс 32, это там ближе к абсолютному нулю. Отлично. По-татарски мутная вода звучит как? А. Бурда. Б. Баланда. И. Компот. Фальстарт у вас. Фальстарт у вас. Милый. Вариант Б. Вариант Б. Баланда. Вот если бы не было фальстарта, у вас бы был шанс. На самом деле, бурда по-татарски мутная вода. Вот такая бурдень. Играем. Короткая вода у спортсменов-пловцов. Это А. 25 метров. Б. 50 метров. Ц. 100 метров. Прошу. Вариант А. 25 метров. Да, короткая вода. Продолжение олимпийский бассейн. Браво. Отличный ответ. 10 очков очередные приносят своей команде. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. На Гомельщине специальные станции убирают из воды. А. Кальций. Б. Магний. И С. Железо. Да. Магний. Что же у нас там магний-то делает? Прошу. Железо. Железо. Станции обезжелегивания у нас есть. У нас очень такая богатая железом вода. Ее нужно очищать от лишних железных примесей. Вот такая водичка у нас. Итак, после тест-игры счет 70-55. Ничего не про его нет. Тем более впереди наша любимая ненаглядная слайд-игра. Играем. Слайд-игра, чтобы быть проще и интереснее. Стоишь у стойки, видишь картинку, видишь букву-подсказку. Называешь в микрофон правильный ответ. Ведущий говорит, да, отличный ответ. Вы заработали 15 очков. Итак, кто пойдет на нашу азбучную слайд-игру? Таня. Кристина. Хорошо. У Владимира. Сергей. Итак, Кристина против Сергея. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, выигрывает у нас команда «Радость моя». Кристина, поправьте вашу замечательную медальку с названием команды. Благодарю вас. И начнем мы с вас. Первый слайд на букву «А». Напоминаю, смотрим на экран, отвечаем в микрофон. Прошу. Нужно назвать улицу. Улица Московская, не Гомельская. Буква «А». Три, две. Одна, Кристина? Не знаю. Может, вы? Арбат. АПЛОДИСМЕНТЫ 10 очков получает на подборе наш Сергей. Сережа, прошу вас. Что перед вами? Бутон. Бутон. Великолепно. Плюс 15. Чудно. АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина? Это планета. Так. Венера. Венера, конечно. Вот так она выглядит. Вся затянута облаками. Сергей, слайд исключительно для вас. Прошу. Буква «Г». Гравюра. Гравюра или графика принимается. Да. Хорошо. Великолепно, Сергей, играет блестяще. Просто нет слов у меня. Кто перед вами? Динозавр. Динозаврик, да. Такой милый, симпатичный. Из голливудского мультика. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, прошу. Есенин. Сергей Есенин, тезка ваш, конечно же. Браво. Так не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Догоняйте, Кристина. Жук. Вот я хотел предостеречь вас от ответа жук. Я ясно, что это жук. Не принимается такой ответ. Так что у вас есть шанс дополнительно. Нет, я слушаю. Я должен был предостеречь. Это не жук. Так что у вас есть шанс ответить. Животное. Животное. Понятно. А вот это красивое животное называется жужелица. Вот теперь вы это знаете. Сергей, ваш шанс, прошу. Одним словом. Заварник. Заварник, конечно же. Все очень просто. Или заварочный тяги. АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина. Национальность человека. Индус. Индус. Блестяще. И Сергей ставит точку. Остров. Тишина. Тишина. Понятно. Кристина. Крым. Крым. Ну, Крым, во-первых, полуостров. Итак, перед вами Куба со столицей Гаваны. Замечательный остров свободы у берегов Америки. Где аплодисменты Сергею? 125-115. 125-115. Вперед выходит. Благодаря Сереже. Команда пятнадцатой школы. Ну что ж. Финальная. Риск игра. Вперед. Итак, капитан обычно отправляет в последний бой на резкую игру самого устойчивого, самого эрудированного, самого твердого характером и реактивного человека. Потому что игра, собственно, решающая. Татьяна, кого отправите в бой вы? Пойду я. На себя. Надейся. Надейся. Татьяна. И Владимир тоже, небось, себя любит. Да. Пойду. Вперед. Комендантский бой. Я напоминаю, я напоминаю, что правильный ответ в риск игре – это 20 очков. Неправильный – минус 20. Решайте сами. Либо рисковать, либо, ну, сами знаете, кто не рискует, тот не ест тортики от нашего постоянного партнера «Самомойки» на объездной 4G. Итак. Дела духовные. Он – это ароматическая древесная смола. Тем не менее, его боится черт. Таня. Ладан. Блестящее. Плюс 20 очков. И историческая география. Этот водный рубеж преодолел Цезарь, бросив жребий. Что же он перешел-то, Цезарь? Перешел Рубикон. Так с тех пор стали говорить о принятии важного решения. Я перешел Рубикон и решил вызвать самого себя на риск-игру. Играем. В лаборатории. Этот металл в нормальных условиях – жидкость. Тихо, 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 тихо. Видели этот металл? Если вы увидите его в качестве жидкости на полу разлитой, поздно-поздно, Володя, блестящей серебряной лужицей, вызывайте тут же МЧС, потому что ртуть очень ядовита. Играем. Книжный мир. Тургенев рассказал нам душераздирающую печальную историю о собачке Муму. Спасибо, Володя, мы играем только с Татьяной. А Чехов, жизнеутверждающую об этой собаке. Можете отвечать, можете нет. Сейчас нужно вспомнить. А если нажмите... Собачье сердце. Собачье сердце, это минус 20 очков, вы могли не нажимать. А Чехов, Чехов, внимание, Чехов рассказал жизнеутверждающую историю о пропавшей, потом нашедшейся собаке, которая стала циркачкой мимоходом. Это Каштанка, замечательная повесть Каштанка. Теперь вы это знаете. Перед последним вопросом счет на 115-125. Татьяна рискнула, но, 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 но. Дело техники. Ну, вы знаете, что правильный ответ. Жмете и победа. Итак, дело техники. Так назывался легковой автомобиль, который в Советском Союзе начали выпускать вскоре после 1945 года. Как же назывался этот автомобиль? Победа. Победа, да! АПЛОДИСМЕНТЫ Две с половиной секунды. Мучительно размышляла, дрожала рука на кнопке. И потом услышала, что ведущий-то говорил о победе. Победа, победа, победа команды «Радость моя». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сладкие подарки, сладкие призы, предоставлены мойкой самообслуживания на Солнечной в Гомеле, где цены на простую помывку автомобиля от 20 тысяч рублей. Все очень просто, все очень замечательно. Хочешь сам мой, хочешь специалисты моют. Вообще там замечательно. Пылесос, автохимия, ну и все сопутствующие услуги. Солнечная, объездная 4Г. Ну, а что я могу еще сказать? Татьяна, у вас есть шанс на выход в финал. Володь, боишься, что 15-я школа впадет в траур в некоторое время. Но играли сильно, играли блестяще. Очень равно шел счет, колебался, как чаша весов. Ну и Татьяна последним ударом обратила победу в свою сторону. Так что придется переименовать, наверное, приход храма. Не иконы и Божьей Матери всех скорбящих радостей, а всех радующихся счастья. Так что аплодисменты этой замечательной команде. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что я могу сказать на прощание? Что я скажу на прощание? Две отборочные игры остались в нашей серии десятиклассников. Ну, и если вам интересно, чем все это кончится, ищите нас в программе. Набирайте tvrgomel.by, спрашивайте нас, родит пятерка. И вообще, помните, смотрим пятерку, получаем десятки. Играем, родит пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»